Я скорее стану читать какое-нибудь расписание или каталог, чем не буду читать вообще ничего, признался однажды английский писатель Сомерсет Моэм. Здравствуйте! Сегодня расскажу о книгах, герои которых страстно любят читать. Действие антиутопии Рэя Брэдбери 451 градус по Фаренгейту происходит в тоталитарном обществе, где господствуют интерактивное телевидение и карательная психиатрия, а книги находятся под строжайшим запретом. Все письменные издания безжалостно уничтожают специальные команды пожарных. Один из таких ликвидаторов втайне спасает несколько томов и решает их прочесть ради интереса. Литература кардинально переворачивает взгляды героя на мир и превращает его в страстного поклонника книг. Роман написан всего за 9 дней в цокольном этаже библиотеки Лос-Анджелеса на арендованной печатной машинке. Еще одна американская классика 20 века «Стоунер» Джона Уильямса. Это история жизни обычного парня из фермерской семьи, который в колледже знакомится с пьесами Шекспира и по-настоящему влюбляется в литературу. С тех пор все его решения, поступки, отношения с родными, фактически всю его судьбу определяет эта страстная привязанность к книгам. Роман почти полвека пылился на полках, пока в 2011 году его не перевела на французский язык Анна Гавальда. Разлетевшись по миру с надписью на обложке прочла, полюбила и перевела Анна Гавальда, «Стоунер» с триумфом вернулся домой. Журнал «Нью-Йоркер» объявил его величайшим американским романом, о котором вы никогда не слышали. «Ослепление» – гремучая смесь из бурлеска, безумия и черного юмора. Роман «Фантасмагория», написанный Нобелевским лауреатом по литературе Элиасом Коннетти. Обладатель завидной библиотеки профессор-синолог нанимает домработницу, которая должна протирать пыль с его многочисленных книг. Однажды герой замечает, что женщина читает один из томов, надев на руки белые лайковые перчатки. Эта щепетильность покоряет его в самое сердце, и он решает жениться. Вот только этот брак оборачивается настоящим кошмаром, как для профессора, так и для его коллекции. Действие романа Дианы Саттерфилд «Тринадцатая сказка» начинается в бакинистической лавке, где работает мечтательная героиня, фанатка Диккенса и сестер Бронте. Она получает предложение стать биографом загадочной писательницы Виде Винтер, которая еще ни одному интервьюеру не сказала ни слова правды. Девушка попадает в мрачный, населенный призраками прошлого особняк и оказывается втянутой в расследование семейной истории сестер-близнецов, каким-то образом связанных с ней самой. В одном из интервью Диана Саттерфилд адресовала много теплых слов библиотекарю, который в детстве в нарушении правил разрешил любознательной двенадцатилетке брать книги для взрослых, включая, кстати, понравившегося ей Достоевского. И еще три небольших тома, на этот раз не о людях, влюбленных в литературу, а написанные автором, обожающим читать. Самый популярный книжный обозреватель в России Галина Юзефович однажды призналась «Читать я умею лучше всего, это моя единственная суперспособность». Книга «Таинственная карта» – третий за пять лет увлекательный и остроумный навигатор по книжному миру, собранный из ранее опубликованных рецензий и статей. Перед этим вышли столь же содержательные «Удивительные приключения рыбы Лоцмана» и «О чем говорят бестселлеры». Напомню, что в этом году Галина Юзефович была гостем Южноуральской книжной ярмарки. Евгений Гришковец однажды заметил, «Книги звучат тысячами голосов и только любимые твоим собственным». Увидимся через неделю. Читайте книги!